Здравствуйте, это Укрлайс ТВ, и мы продолжаем наши прямые эфиры. Я хочу напомнить, что наш друг и партнер – медицинский центр «Призма» и спонсор канала «Торговая марка Геттмана». С нами на связи экономический эксперт Юрий Гаврилевичко, он кандидат на УГУ с управлением. Юрий, здравствуйте, рада вас видеть. Здравствуйте, Юрий. Юрий, очень хотелось бы к вам, как к экономическому эксперту, обратиться с просьбой проанализировать экономическую ситуацию, которая возникает в стране при наличии такой сильной информационной атаки и серьезных разговоров о возможной войне, о возможном наступлении России на Украину. Я сейчас имею в виду курс валют, я сейчас говорю о сохранении спокойствия или неспокойствия среди украинского населения, как это проявляется в украинской экономике, действия государственных структур, действия украинских банков, заявление президента, позавчера оно прозвучало, вчера он призвал не паниковать, сохранять спокойствие, что ничего не происходит. Но вот непонятно, как экономика реагирует на все то, что происходит, потому что так или иначе она, наверное, должна реагировать, потому что слишком долго уже длятся эти опасения, эти разговоры о возможной войне. К большому сожалению, мы уже видели массу дат, которые различные граждане, чиновники, СМИ выдавали, как вот это именно та дата, когда точно Путин нападет. И все это привело к тому, что к концу прошлого года гривна начала активно девальвировать, отсюда стали выводиться деньги, причем выводиться как резидентами, так и нерезидентами. Спрос на гривневые облигации внутреннего государственного займа метеором и инфином упал в несколько десятков раз. Эффективные ставки по займам поднялись чуть ли не до 20%, и в итоге на сегодняшний момент мы имеем курс гривны в обменниках уже порядка 29 гривен за доллар. Мало того, украинские ценные бумаги стали где-то на треть меньше котироваться за кордоном. И вот теперь желательно будет посмотреть, кто же будет их скупать. Вот, собственно говоря, кто будет их скупать, тот и был в первую очередь заинтересован в нагнетании панических настроений. Это интересно, это неожиданно. Путинам это не связано ровным счетом никак. Особенно меня повеселила карта британского таблоида Sun о возможных ударах российских войск по Украине. Еще раз, британский таблоид, то есть издание, которое обычно пишет о том, чем занимаются селебритис, кто с кем спит, кто что ест и кто что носит. Публикует карту военного наступления. А чем особо повеселило? Так это наступлением российских войск со стороны Перекопа в Херсонскую степь. А почему вас это повеселило? Ну, потому что чужая глупость, да, она может либо раздражать, либо веселить. Так вот, со стороны Перекопа в Херсонскую степь никогда никто не наступал за всю историю ведения различных войн. Потому что это бессмысленно, там ничего нет. С тем же успехом можно попытаться организовать экспедицию на Марс, чтобы там что-нибудь захватить. Ну, где-то так. Но все подобные, скажем так, информационные посылы однозначно работают против экономики Украины. Причем, к большому сожалению, внешняя работа против Украины подкрепляется еще и внутренней работой против экономики Украины, которую ведут наши государственные институты. В частности, Национальный банк уже несколько раз в прошлом году и вот уже первый раз в этом году повышал учетную ставку. Сейчас она самая высокая на континенте, то есть у нас самые дорогие деньги. Поскольку у нас самые дорогие деньги, а Минфин одновременно с этим постоянно повышает купонный доход по облигациям внутреннего государственного займа. То на банковском рынке создается искусственный кризис ликвидности и гривна, которая теоретически могла бы пойти на кредитование реального сектора, идет куда? В госдолг. В итоге мы имеем чем дальше, тем больше увеличение стоимости обслуживания этого самого государственного долга и уменьшение возможностей для малого и среднего бизнеса развиваться. Большой бизнес здесь практически не кредитуется и у него есть масса иных возможностей для привлечения средств. Вот малый и средний, кроме кредитов, не имеет такой возможности. Мало того, эту самую политику Национального банка по искусственному созданию кризисов ликвидности мы наблюдаем достаточно давно. Я уже неоднократно писал и говорил о том, что на данный момент в Украине классический вариант инфляции предложения. То есть ситуации, когда при дороговизне энергоресурсов и денег бизнес вынужден повышать стоимость своей продукции. Вот в декабре прошлого года, даже если брать данные Госстата, то Украина, по сути, имеет рекордную инфляцию предложения, рекордный индекс цен производителей, начиная с 1994 года. 62% инфляция предложения – это фантастический вариант. То есть до этого максимум был в 2005 году, там было, по-моему, 57% на октябрь 2005 к октябрю 2004. Сейчас имеем декабрь 2021 к декабрю 2020 62%. Мало того, при общей потребительской инфляции чуть выше 10%, допустим, продовольственная инфляция в Украине за прошлый год составила 100%. Что это означает? Что абсолютное большинство украинских домохозяйств практически три четверти своего дохода тратят на продукты питания. У них банально не остается денег больше ни на что, кроме как на еду и на оплату услуг ЖКХ. Это, в свою очередь, вызывает стагнацию на внутреннем рынке и продолжает убивать малый и средний бизнес. Который, между прочим, у нас дополнительно добивают наши товарищи парламентарии увеличением фискального и квазифискального давления. Так что, к большому сожалению, здесь сошлись два фактора – внешний и внутренний, которые отрицательно влияют на украинскую экономику. Юрий, недавно прозвучало такое неожиданное заявление Национального банка о том, что Украина утратила возможность делать заимствования на внешних рынках. Я обсуждала это со шведским экономистом Андерсом Аслундом. И он сказал, что последний раз с Украиной это случалось в 2011 году. И это такой достаточно длинный тогда период. В прошлый раз этот период длился пять лет. Это была несколько для меня неожиданная информация. Я, честно говоря, не очень в этом разбираюсь. Поэтому мне интересно, как бы вы прокомментировали вот эту информацию. И как вы думаете, как долго тогда это может продолжаться? И что тогда с нашими государственными долгами? Как мы будем их отдавать? Как вообще тогда ситуация будет развиваться? Ну, я бы, честно говоря, сейчас вообще не думал над тем, как мы будем отдавать государственные долги. А немножко подумал над тем, каким образом мы вообще собираемся и собираемся ли в принципе что-то развивать здесь, внутри страны. То есть, прежде чем что-то отдавать, нужно вспомнить то, что ни копейки, повторюсь, ни копейки из того, что одалживало государство, не пошло в развитие производства. Мало того, большая часть тех ресурсов, которые государство одалжило, оно вообще в Украину не попадало. Это были, скажем так, гарантийные средства по возврату коммерческих и банковских долгов, а также перекредитовка предыдущих долгов, которые мы не могли отдать. За всю историю существования Украины вы не найдете ни одной государственной или правительственной программы, которая бы финансировалась за счет этих самых государственных же заимствий. Ничего подобного нет. Если вы начнете задавать вопросы, допустим, министру финансов, а какая же прибыльность ожидается на взятый доллар у МВФ от вложения его куда-либо, вы с удивлением для себя обнаружите ответ, типа, а это вообще не об этом. И, в принципе, эти деньги в реальный сектор не пошли. А зачем вы вообще берете кредиты, если вы не собираетесь зарабатывать на них? Тогда давайте вспомним, что вообще-то кредит – это достаточно четкая экономическая категория, которая имеет свое определение. Так вот, украинское государство кредитов не берет и никогда не брало. Оно берет деньги в долг. Потому что кредитом кредит может называться только в том случае, если взятые средства отправляются на что-то, что будет потом приносить прибыль. Как минимум. Кредит должен быть целевой, то есть четко понятно, для чего ты ее берешь. Кредит должен быть срочный, то есть на определенное время. Кредит должен быть гарантированный, то есть понятно, что именно ты выставляешь в звук. Кредит должен быть возвратный и кредит должен быть платный. То есть за его услужение, потому что какие-то деньги. При этом, при всем, шестой его характеристикой является прибыльность, либо в процентах, либо по салютным величинах на каждый заимствованный доллар. Ничего подобного никогда, ни по одной так называемой кредитной линии у нас не было. Поэтому, повторюсь, украинское государство никогда не брало кредиты. Оно набиралось долгами. Вот в долг можно взять деньги, чтобы их пропить, проесть, кому-то подарить и так далее. И вот до тех пор, пока государство, вместо того, чтобы привлекать кредитные ресурсы, будет просто брать деньги в долг, экономика будет падать. И никаких других вариантов быть не может. А расплачиваться за это будем мы с вами. Но напомню, что в этом году Украина должна отдать больше половины доходной части бюджета на обслуживание и возврат ранее взятых долгов. С такой долговой нагрузкой мы не сможем развиваться, даже теоретически. Мало того, если бы наше правительство умело хоть чем-то думать, ну хоть чем-нибудь, ну даже спинным мозгом, да, то ситуацию с постоянным нагнетанием паники можно было использовать себе в плюс. Как минимум, заявив, что, ребят, окей, да, действительно, завтра Путин нападет, поэтому звоняйте, долги будем отдавать потом, после войны. А сейчас мы ни копейки на это потратить не можем. И тогда бы эта самая паника, нагнетаемая, на мой взгляд, спекулянтами, которые пытаются заработать на украинских ценных бумагах, вернулась бы к ним обратным концом. Мало того, заявив, что Украина не собирается до окончания будущей войны ничего никому отдавать, можно было спровоцировать еще больший обвал стоимости украинских ценных бумаг и осуществить так называемый обратный выкуп их же. То есть, скупить свои долговые обязательства там за 10-15% их стоимости. Это можно было бы сделать, повторюсь, если правительство хоть чем-то думало. Но, к сожалению, пока что это не заметно. Юрий, вопрос курса. Сейчас многих украинцев беспокоит, что будет с курсом. Есть ли какие-то экономические основания для того, чтобы гривна так стремительно падала? А может, она и не стремительно падает. А может, и это хорошо. Может, из этого можно что-то выиграть. Если это паника, то какое это может иметь продолжение? Может, это и не паника. Что происходит вокруг курса? Потому что очевидно, что представители власти пытаются успокоить людей. И, наверное, это очень важно, чтобы люди не побежали снимать депозиты и все деньги в банках. Потому что банковская система, ее стабильность тоже же очень важна. Потому что еще непонятно. Все в каком-то зависшей ситуации. А вот ситуация с гривней тоже налицо. Но, к большому сожалению, в нынешней девальвации гривны есть и паническая часть, вот фактор паники, и объективный экономический фактор. Насколько они относятся между собой, сейчас сказать сложно. Но давайте вспомним о следующих нескольких моментах. Первое. Из-за того, что Украина единственная страна в Европе, не имеющая долгосрочных контрактов, ни с одним поставщиком газа вообще. И ориентирована исключительно на спотовый рынок. Мы вынуждены покупать очень дорогой газ. Мало того, из-за всевозможных махинаций руководства на автогазах, за которые, между прочим, никто не то, что не понес ответственности, а даже намеков на подобную риторику со стороны Кабмина я не слышу. Может, вы ее заметили. Средства, которые в прошлом году у автогаза были, они почему-то не были потрачены на то, чтобы купить газ и заказчать его в КХГ. Правда же? В итоге мы пришли к зиме с самыми низкими за последние 30 лет запасами газа, по самом-то деле, и фактически с самыми, опять-таки, низкими за последние 30 лет запасами угля. В итоге наша промышленность вынуждена покупать и электроэнергию, которая подорожала по очень высокой цене, и тот же самый газ по цене в 10-15 раз больше, чем он был год назад. Все это провоцирует пусть временную, но приостановку работы массы предприятий, начиная от хлебопекарских и заканчивая производителями строительных материалов. Для обжига кирпичей и производства бетона тоже нужен газ. В итоге, то, что мы не производим сами, либо производим при очень высокой себестоимости, мы были нужны на что делать? Закупать. То есть сейчас, и это, в принципе, достаточно четко видно по данным и таможня гостата, у нас увеличился объем импорта, причем высокотехнологического импорта, импорта продуктов питания, которые Украина вынуждена покупать. В итоге, чем больше мы вынуждены покупать импортных товаров, тем большее давление на курс гривны это будет оказывать. Поэтому, с одной стороны, панические настроения, с другой стороны, отсутствие и даже, скажем, отрицательные значения импорт-замещения влияют на то, что мы сейчас видим. Как Национальный банк может повлиять на это, есть ли для этого какие-то инструменты у него? Ну, для начала, правительство и Национальный банк должны а. действовать совместно, б. четко для себя уяснить, что в Украине инфляция предложения, а не инфляция спроса. И, соответственно, бороться с инфляцией предложения, методами, которые существуют для борьбы с инфляцией спроса, это только разгонять эту самую инфляцию. Повторюсь, инфляция спроса это ситуация, когда у населения изобильное количество денег на руках. А вот товаров, чтобы связать эти деньги, не хватает. Вот скажите, вы где-нибудь видите это самое изобильное количество денег при дефиците товаров? Нет, ну, конечно, я этого не вижу. Ну, я могу ошибаться, конечно, я могу ошибаться, но я этого не вижу. И ничего подобного у нас нету. Ну, вот, увы, но нету. Поэтому, чем выше здесь будет учетная ставка, чем больше правительство будет заключать всевозможных меморандумов, вместо того, чтобы давать поручения и требовать их выполнения с четким контролем, тем больше проблем у нас будет. На самом-то деле. Чем больше она будет рассказывать сказок о том, что у нас все в порядке с энергосистемой, тем выше цена будет на электроэнергию. Давайте посмотрим на буквально вчерашнюю, сегодняшнюю ситуацию, когда два блока АЭС стали на плановый ремонт, и Украина чуть ли не вдвое увеличила закупки электроэнергии со всех возможных направлений, начиная с Белоруссии и России и заканчивая Бурштыновым островом. А вот интересно, почему плановый ремонт происходит в зимнее время, когда высокий пик потребления? Почему, например, ну, не летом? Мне сложно понять, может быть, я не разбираюсь в нюансах, да? Но как-то это выглядело бы, с моей точки зрения, логично, поправьте меня, если не так. Почему у нас плановый ремонт в разгар зимы? Непонятно. Честно говоря, вам лучше сюда пригласить господина Недошковского, бывшего руководителя энергоатома, задать ему этот вопрос. Я думаю, что он намного качественнее, чем я, объяснит, в чем фокус. Юрий, ну, тогда давайте вернемся, вот продолжим, да, говорить о влиянии вот этой околовоенной ситуации на украинскую экономику. Какие еще вы ожидаете последствия этого и как можно быстро будет выбраться из этих последствий? Потому что, давайте предположим себе хороший сценарий развития событий, вот отступает эта угроза войны, насколько украинская экономика за это время существования угрозы сильно провалится, или наоборот не провалится, чтобы потом очень быстро восстановиться, потому что на нас же там и коронавирус свалился, и проблемы там ФОПов, и многое-многое другое. Да еще и вот этот военный прессинг, это же просто совершенно как-то создается впечатление, схлопывает экономику окончательно. Ну, смотрите, опять-таки, если власть не будет делать ничего, чтобы противостоять и информационной части, и вообще что-нибудь делать для того, чтобы воспользоваться сложившейся ситуацией для развития экономики, ничего не будет. Можно ли воспользоваться этим для развития экономики? Да, можно. Можно. Например? Например, вместо того, чтобы тратить сотни миллиардов за два года гривен, вколачивая их в дороги, можно было эти же деньги пустить в развитие отечественного ВПК. И даже если не вся продукция ВПК, а этого принципа пути не могу, пошла бы исключительно на нужды вооруженных сил, то можно было часть оружия продать за границу, часть использовать для модернизации вооружения внутри страны. Мы бы получили увеличение занятости, мы бы получили рост поступлений в бюджет от экспорта, мы бы получили увеличение объемов производства высокотехнологической продукции, мы бы получили снижение объемов долгов, которые мы набираем, потому что финансировать производство ВПК можно было даже эмиссионной гривной, между прочим, не есть проблема. Увеличилась бы занятость, с увеличением занятости на региональном уровне увеличились бы поступления в местные бюджеты. Увеличение поступления в местные бюджеты дало бы возможность обновлять инфраструктуру инженерную регионов, выплачивать большие зарплаты бюджетникам. Ну то есть за счет развития ВПК, повторюсь, даже эмиссионными деньгами можно было организовать массу плюсов для экономики. Нечто подобное сделано? Нет. Вы о чем-то подобном слышите, о подобном планах? Нет. Украина за 8 лет последние умудрилась не вложить ни копейки денег в строительство такого, честно говоря, технологически примитивного производства, как производство патронов и снарядов. Мы так и не организовали массовое серийное производство тех же противотанковых комплексов отечественных «Стугна» и «Корсар». Они собираются кустарным способом, даже не мануфактурным, а чуть ли не вручную. Вместо этого постоянно слышу, нам нужны дживелины, ребята, а зачем? Ну, смысл вам покупать у штатов дорогущие системы четвертого поколения, когда можно наладить производство систем второго поколения здесь, и вооружить ими чуть ли не каждый взвод в вооруженных силах. Да еще и часть потом продавать в Африку или в Азию. Ну, в чем фокус? Почему этого не делается? Мы куда-то там переползаем к стандартам НАТО. Ну, классно, удивительно и замечательно. А тоже легкое стрелковое вооружение. У нас практически все из Советского Союза. За исключением какой-то части специальных средств для снайперов. И все. А все остальное – это 40-летней давности. Я понимаю, что оно как бы рабочее. Но, слушайте, как говорит уже множество военных экспертов, при столкновении большой советской армии и маленькой советской армии, большая побеждает. Юрий, еще одна новость обсуждается очень активно в последние дни. Это вот прыжки и то взлет, это упадение на фондовых рынках. И некоторые экономисты усматривают в этом начало какого-то экономического кризиса. Как вы бы прокомментировали происходящее? Ну, во-первых, мы никуда из экономического кризиса не уходили. Экономический кризис, начавшийся в 2007 году, продолжается. Он никуда не делся. Частично трансформируется, да. Получает новые формы, да. Но он никуда не девается. К большому сожалению, этот самый экономический кризис имеет очень четкую направленность во всем мире. И эта направленность, ну, меня весьма беспокоит, потому что средний класс уничтожается абсолютно во всех странах мира. При этом сверхбогатые граждане становятся еще более богатыми. А средний класс исчезает. По доходам. Исчезновение среднего класса приводит к тому, что демократия перестает работать. И демократические институты перестают работать. На самом деле, все это началось не сегодня и даже не вчера. А началось это в начале 70-х годов прошлого века, когда доллар окончательно был отвязан от золота, но и стал исключительно средством расчета и политических игр. Мало того, если посмотреть на структуру потребления, за счет чего происходит, то мы обнаружим, что в 50-е и 60-е годы во всем мире средний класс что-то покупал за счет сбережений реальных денег. Начиная со второй половины 70-х и по сегодняшний момент, доля сбережений в новых покупках постоянно уменьшалась, и сейчас она практически нулевая. Весь так называемый средний класс все покупает в кредит. Но если ты вынужден покупать в кредит все, начиная от жилья и заканчивая гаджетами, это означает, что ты нищий. Потому что богатство – это время, которое ты можешь просуществовать на том же уровне доходов и расходов, которые тебе привычны, без необходимости работать. Так вот, если у тебя нет сбережений, то ты не можешь себе позволить существовать на том же самом уровне, который тебе привычен. А сбережений у тебя нет. И вот эта тенденция на ликвидацию среднего класса за время пандемии, она, по-моему, только кристаллизовалась. И мы сейчас видим последствия еще более жесткого расслоения общества на сверхбогатых и нищих. Просто, ну, скажем, европейские нищие, они чуть более обеспеченные, чем украинские. Вот и все. Юрий, и позвольте еще последний вопрос. Вчера ФОПы протестовали под Верховной Радой. Сложно проходил этот протест, он и сложно завершился. Пока непонятно, каким будет дальнейшее продолжение. Как вы для себя понимаете, насколько сейчас для ФОПов критично выходить? Потому что, вы же понимаете, многие сразу стали обвинять их в том, что они пытаются расчитать ситуацию так в очень непростых обстоятельствах, в которых оказалась Украина. Но, тем не менее, можно понять и ФОПов, которые столкнулись с очень большой проблемой сейчас. Ну, на самом деле, смотрите. Я уже и в эфире Украина неоднократно говорил о том, что протесты под экономическими лозунгами не имеют ни малейшего смысла. Мало того, они категорически вредны с точки зрения решения каких-либо проблем. Потому что фискальная политика, которая привела к протесту ФОПов, это в первую очередь политика, политика власти. Поэтому, если ФОПы хотят что-то изменить в сложившейся ситуации, им нужно не по протестам бегать с ФОПлями, что мы вне партии, мы вне политики, организовываться в политическое движение и, соответственно, пытаться именно с этой позиции, как политическое движение, влиять на власть. И до тех пор, пока ФОПы, и не только ФОПы, не поймут вот этой самой простой истины, что, выходя на экономические протесты или еще какие-либо протесты без политических требований и без организации в политическую партию, они всегда будут проигрывать, ничего не будет. Поэтому, хотите позитивных изменений, будьте готовы финансово и административно поддерживать собственную же политическую партию. Никак иначе. Юрий, спасибо вам огромное. Спасибо, что вы были сегодня с нами в прямом эфире. Спасибо. Спасибо за приглашение. Юрий Гаврилевичко был сегодня с нами на связи, за что мы им очень признательны. И, конечно, мы благодарны вам, нашей спонсорной платформе Патреон, нашему другому партнеру, медицинскому центру «Призма» и спонсору канала торговой марки «Кейкн». Оставайтесь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok